МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Помогут ли цифровые технологии избавиться от пробок? Кто решает, кому в городе ехать? И кто ускорит вашу поездку в столичном автобусе? Обо всём в этом выпуске программы «Цифровой Казахстан». Около 300 тысяч самоходных транспортных средств, учитывая в том числе и проезжающие транзитом, зарегистрировано сегодня в главном городе страны. Водителю каждого нужно максимально быстро доехать до пункта назначения. В часы пик сидящие за рулём нервничают сигналят друг к другу, иногда даже кричат на светофоры. Машин с каждым днём в городе становится больше, и у строителей дорожно-транспортной сети каждый же день эту самую сеть оптимизирует. Вот регулирование движения на некоторых магистралях поручили искусственному разуму. Вы сейчас находитесь в центре управления трафиком. Здесь мы управляем, контролируем. И то есть в некоторых моментах, когда происходит дорожный транспорт, когда в городе у нас какая-то нестандартная ситуация, только в этих ситуациях мы мешаемся в движении и, можно сказать, помогаем разгрузить какие-то заторные явления, которые появились в городе. Столичные водители наверняка знакомы с ситуацией, когда длинный хвост из нескольких сотен автомобилей вдруг чудесным образом исчезает, растворяясь в перспективе городских пейзажей. Так же, как по волшебству, исчезает и пробка в направлении перпендикулярном. И вот уже сложно поверить, что всего пару десятков минут назад на этом перекрёстке в борьбе за право приоритетного проезда недоброе ревели моторы. В настоящее время, вчера, сегодня у нас очень сильные, нестандартные погодные климатические условия, то есть гололёд, дождь, соответственно, скорость потока очень сильно снижается. И в некоторых моментах, на некоторых перекрёстках у нас образуются заторы. Вот именно в таких ситуациях как раз-таки мы это выявляем и делаем так, чтобы транспорт в город дышал. Столь же успешно цифровизация помогает и в борьбе с засильем нелегальных таксистов. Часто они, как стая птиц, собираются в одном, как правило, и без того заполненном транспортными средствами месте и ждут клиента. Такие ситуации в Центре управления дорожным движением отслеживают и оперативно помогают их разрешить. Есть у нас участки дорог, где часто у нас ловят такси, и оно потом затрудняет движение для общественного транспорта и для легкового транспорта. Вот эти все моменты, они посредством мониторинга, наблюдения выявляются и совместно с сотрудниками полиции отрабатываются. То есть мы сообщаем на пост, они уже отправляют туда патрули, и патрули отрабатывают уже с нарушителями. То есть здесь мы делаем все, чтобы минимально что-то влияло на трафик. Все та же цифровизация помогает и популяризация общественного транспорта. Объективно он в столице становится дружелюбнее пользователей. Плюс к выделенным баслейнам увеличивающаяся скорость движения автобуса. Интеллектуальная система поймет, если общественный транспорт отстает от графика и, к примеру, придержит зеленый. Общественное важнее личного. В данный момент на линии ежесуточно у нас порядка 800-900 автобусов у каждого диспетчера, то есть непосредственно в починении, в попечении около 200 транспортных средств. Здесь мы отслеживаем исполнение графиков точно вовремя, либо опаздывает, а переезжает. Информируем водителей общественного транспорта касательно каких-то климатических, либо дорожно-транспортных изменений. И также наблюдаем за интенсификацией скоростью транспортного потока. Данные, полученные от интеллектуальных транспортных систем, помогают формировать уже стратегию развития города. Где больше всего пассажиров? Куда они предпочитают ездить? Из ответов на эти вопросы рождаются выводы, к примеру, о том, что в данном конкретном месте не хватает определенного объекта. Что позволяет эта система? К примеру, если задаться вопросом, как определить нам место строительства школы или больницы, либо детского сада. Данная система посредством внедренных алгоритмов позволит нам в автоматическом режиме определять, в какой точке города не хватает школы, больницы, либо детского сада, либо остановки автобусной, исходя из тех данных, которые уже интегрированы в данную систему. Если объективно, движение в Астане во многом благодаря цифровому Казахстану стало намного быстрее. Передвигаться в общественном ли транспорте или личном стало комфортнее. Ну а время, сэкономленное благодаря цифровому Казахстану, вы смогли с пользой потратить, к примеру, на просмотр этого выпуска программы «Цифровой Казахстан». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова